Один из важных вопросов повестки заседания Думы – финансовый. Бюджет 2021-го получился профицитным. Доходы за прошлый год составили 16 миллиардов 332 миллиона рублей. Городская казна сохранила социальную направленность. Деньги пошли на решение жилищных вопросов, благоустройство, реализацию нацпроектов, поддержку бизнеса. Левийная доля расходов пришлась на сферу образования в самом широком смысле. Средства направлены на исполнение соглашений о создании на основе муниципально-частного партнерства детского сада на 300 мест микрорайонных строителей, на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Центр цифрового образования IT-куб. На развитие дошкольного, общего и дополнительного образования представлены субсидии. На 18 общеобразовательных школ, православные гимназии, 27 дошкольным учреждениям, 6 учреждениям дополнительного образования. Обратная связь и решение конкретных вопросов избирателей – ключевые приоритеты в работе городских депутатов. Из года в год они остаются неизменными. Отчет 2021-го тоже исключением не стал. Народные избранники активно участвовали в общественной жизни, решали насущные проблемы, в том числе при поддержке региональных коллег. В 2021 году депутаты городской думы активно взаимодействовали с Законодательным собранием и Тюменской областной думы. В форматах рабочих встреч, участия в соцсетях комитетов, совместных мероприятиях. В предприятии выборов в Государственную думу Российской Федерации депутаты направили предложение и инициативу на ростную программу партии «Единая Россия», из которой предложили свои видения и решение вопросов в разных сферах жизни. Плодотворная работа городской думы продолжается, но состав представительного органа ждут изменения. По Новоуренгойскому округу номер 2 сейчас нет представительства. Трое из пяти депутатов сложили полномочия. В соответствии с нашим действующим законодательством, если в округе остается менее двух третий избранных депутатов, мы обязаны назначить дополнительные выборы и то избирать депутатов на образовавшиеся вакантные места. До выборов в Гордуму состоятся в сентябре. Тогда же новоуренгойцам предстоит выбрать представителя в парламент Тюменской области.